На данном этапе мы будем проводить процедуру введения препаратов на основе полимолочной кислоты под названием PESTEFIL. Данная процедура у нас является подготовительной к дальнейшему нитевой коррекции. Соответственно, нитевой коррекцией будет подвергаться нижняя редь лица и подчелюстная область. Соответственно, мы будем перед нитями уплотнять ткани для того, чтобы насечки у нити лучше фиксировались и создавали более выраженный и длительный результат. Соответственно, мы будем прорабатывать PESTEFIL область нижней трети лица. Будем работать от козелка уха, от ушной раковины, проводить вектора непосредственно в нижней трети лица. Будем прорабатывать подчелюстную область от края нижней челюсти, прорабатывая всю подчелюстную область и навстречу от центра подчелюстной области тоже будем работать. И оставшийся препарат мы введем в области шеи, дополнительно для того, чтобы здесь максимально устранить дряблость кожи, загладить непосредственно поперечные складочки кольца венера, ну и соответственно часть ниточек. Возможно, у нас пойдут в сторону шейки для того, чтобы дополнительно поддержать и поднять мягкие ткани в данной области. В нижней трети лица мы будем использовать препарат в базовом разведении на 10 мл жидкости. В подчелюстной и шейной области мы будем использовать препарат в двойном разведении. Проведение процедуры возможно не только конюлей, но и иголочкой. Теперь у иголочки есть свои положительные и отрицательные стороны. Основной негатив от иголочки это большое количество синячков. Конюлька в этом отношении, конечно, менее травматична. Реабилитация она всегда будет более короткая, более простая. Двойное разведение делается с целью равномерности распределения препарата в тканях. Там, где более тонкий объем подкожевого клетчатки, более тонкая кожа, разведение препарата должно быть в большей степени для исключения риска нежелательных явлений. Вот таким вот образом понемножечку мы будем вводить препарат, давая пациенту отдохнуть между нашими манипуляциями. Некоторые доктора используют шприцы большого объема для введения препарата, чтобы лишний раз не набирать препарат, не отвлекаться для ускорения процедуры. Но для того, чтобы удобно и хорошо было дозировать, я предпочитаю шприц объемом 1 мл. От этого равномерность распределения препарата она всегда будет выше. С целью уменьшения неприятных ощущений в препарат добавляется небольшое количество анестезирующего средства в виде лидокаина 2% раствора. Обязательно мы проработаем поперечную складочку, так называемое колечко венера. Много разных способов коррекции данных складок и такого же эффекта, как при заполнении фильтра, мы скорее всего не получим, но уменьшение самой складки будет достаточно выражено за счет двух компонентов. Во-первых, мы, вводя препарат по складочку и сепарируя ее к конюле, даем возможность приподняться мягким тканям. Во-вторых, сокращение окружающего кожного лоскута даст нам уменьшение визуализации данной складки. Я не могу сказать, что процедура абсолютно безболезненная, все-таки ощущение неприятное пациент может испытывать, но в большинстве своем это все очень легко переносится. Точки от прокола могут немножко подкравлять, в этом ничего страшного, нет, они заживают без следа очень быстро. Опять же прорабатываем нижнюю треть лица. Глубина введения препарата, по сути дела, такая же, как предполагаемая постановка нитей. С одной стороны, коррекцию мы закончили. Редактор субтитров А.Семкин